ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С возможной выплатой компенсации за ущерб. Какая проблема была у тебя конкретно, Максим? Или ЖЭКи так тебя боятся, что приносят горячую воду в ведрах домой? В моей личной практике был случай, когда горячая вода стояла значительно выше колена в моей квартире. В квартире? Прорвало батарею? Батарею не прорвало. Ее пробили с помощью молотка специалисты, пришедшие ее чинить. Тебе удалось отсудить те деньги, которые тебе полагались? К счастью, до суда дело не дошло. Но мы решили все в добровольном порядке, и расходы на ремонтные работы нам полностью покрыло. Прекрасно. Значит, есть чему поучиться у Максима, в чем я не сомневаюсь. Я однажды была свидетелем, как сосед стоит около батареи, из которой хлещет горячая вода, и просто кричит, сделайте что-нибудь. А я понимаю, что я даже не знаю, куда бежать, где что отключать. А вокруг больше никого нет. Ребята, а у вас были такие страшные ситуации? Первая квартира у меня когда-то очень сильно пострадала от перепада давления. Когда шли проверки, по батареям, и в какой-то прекрасный момент просто почувствовали определенный толчок, удар какой-то. И просто рвануло батарею, и ламинат, который в итоге был залит водой, он высох. И со временем мы могли играть в пятнашки. Это был единственный бонус от того, что произошло. Тебе компенсировал? Никто ничего не компенсировал, у меня даже не получилось. Говорит, вот у вас батареи были неправильно закреплены, дом был только после ремонта, и строители, по сути, батареи даже не трогали. Застройщик сделал одно, ЖЭК сделал другое. ЖЭК это застройщик, застройщик нет, это ЖЭК. А жертвой стали жильцы? А жертвой, да, стали мы. Я сейчас вспомнил один случай, мы только заехали в новую квартиру, у нас было там, наверное, 10 жильцов всего лишь. В доме во всем, да? Да, да, наступили уже холода, а это был, по-моему, уже декабрь. Было очень холодно, а тепло нам не включили. Новорожденный сын у нас был, и мы вынуждены были ночевать в одной комнате, спать на одной кровати, потому что уже принимали решение на грани съезжать или не съезжать. Одевали его в 10 слоев, и его прозвал маленьким полярником. Вот эту полярную экспедицию пережил. И тепло просто дали, и все? Или вы как-то боролись за то, что... Тепло дали, тепло потом дали, впоследствии. А потом я понял, что уже не так страшен и холод, как его молюют. Наоборот, гораздо хуже перегрев. Поэтому мы стали просто закаляться. Вынесли из этого положительный опыт. Какие уроки мы вынесли из подобных ситуаций, обсудим. И как помочь вам, если с вами подобное произошло, тоже узнаем. Первое письмо от Ирины Гороховой, которая живет в Харькове. Когда тестировали отопительную систему, у меня прорвало батарею, и грязной водой залило всю квартиру. Муж обжег ногу. Обращались в ЖЭК. Они говорили, вы виноваты, мы платить не будем. А ремонт и лечение влетели в копеечку. Квартира приватизирована. Как заставить ЖЭК возместить убытки? Ведь он отвечает за батареи. Необходимо установить две вещи. Во-первых, сам факт прорыва. И во-вторых, ущерб от этого прорыва. Вы можете использовать фотоаппарат, можете использовать свой сотовый телефон, любой прибор, который поможет вам зафиксировать ситуацию. Во-вторых, конечно же, вызвать предварительно представителя ЖЭКа или эксплуатационной организации, чтобы они состояли акт затопления. Представитель ЖЭКа может прийти, может не прийти, если не пришел, не явился. Пожалуйста, берете двух-трех соседей, составляете подобный акт, прилагаете его к заявлению в эксплуатационную организацию, а также в организацию, которая осуществляет предоставление услуг отопления с просьбой компенсировать вам все потери, связанные с прорывом батареи. Но каковы эти потери, необходимо установить в рамках судебного разбирательства. И вот тут вам помогут свидетели, фиксация, в том числе фотофиксация, расходы на ремонт, пожалуйста, собирайте все чеки, бумажки. Если вам, не дай бог, кто-то повредил руку-ногу, обжегшись, то, соответственно, факт обращения к врачам, врачи выписали какие-то лекарственные препараты, пошли в аптеку покупать, чек сохраняем. Только в таких случаях можно получить компенсацию ваших потерь, не только материальных, но и моральных. Но это дело длительное. До суда, и потом все эти расследования, вызов свидетелей. А что можно сделать в тот момент, когда ситуация произошла, и нужно, например, оказать первую помощь? Вот ожог у мужа. Если кто-то получил, не дай бог, ожог, нужно быстро оценить ситуацию, насколько он выражен. Нам здесь помогает быстрое определение площади ожога методом ладошки. Если ожог меньше ладошки, ситуация более-менее терпит. Можно помощь самому себе оказывать или оказывать ее на дому. Если ожог более, чем ладошка, особенно у детей, то надо немедленно вызвать скорую помощь. Они окажут всю первую необходимую помощь, а потом отвезут в противоожоговый центр. Если ситуация терпит, как оказывать помощь самому себе? Ожоги бывают двух степеней. Мы имеем в виду, лечим дома. Первая степень – это просто покраснение. Вторая степень – это уже пузырь. Пузырь не лопнул, нам нужно охладить быстро область ожога и продезинфицировать максимально. Прямо льдом? Надо достать что-то наподобие льда или холодного продукта, завернуть в чистый целлофановый пакет, приложить место ожога. Таким образом, быстро охладе область, уменьшив кровоток и уменьшив таким образом распространение воспаления. После этого мы дезинфицируем подручными средствами. Спирт, йод, если, например, пузырь. Если есть просто покраснение, можно обработать просто спиртом. Ни в коем случае нельзя обрабатывать такие области жирными мазями, как принято маслом залить. Масло будет играть в таком случае роль термоса, затруднив отведение тепла пораженных тканей наружу. Если пузырь лопнул, вторая степень, вы должны обработать эту рану открытую ни в коем случае не спиртом, потому что вы подскочите к потолку от боли. Специальными мазями или средствами они продаются в аптеке. В спреи? Как правило, да, в спреи входит обезболивающее, дезинфицирующее средство и рано заживляющее. Забинтовать надо потом? Обязательно, если рана открытая, нужно наложить стерильную повязку. Всё, этого, как правило, достаточно. Но если ожог небольшой, а если он, например, на руке, на открытой части тела, то никто его никогда не бинтует. А если вот на ноге, как в данной ситуации, мужчине, например, на работу нужно, а ожог мешает одежду носить, даже если он первой степени, можно ли в таком случае рассчитывать, что будет больничный? Надюш, если травма или состояние, если какая-либо болезнь мешает прямо или косвенно, скажем так, работе человека, то в таком случае человек имеет право получить больничный лист. Максим нам подтвердит этот факт. Вот в данном случае в большинстве профессий это вполне подходит под определение потери трудоспособности профессиональной. Вопрос не в состоянии здоровья, а вопрос готовности и возможности выполнять свою основную трудовую функцию по месту работы. И это тоже всё документировать на случай, если дойдёт до суда? Обязательно. Ну а по поводу того, что произошло в быту, Тарас, что посоветуешь? В прорвало батарею. Чисто по-хозяйски, да? Течёт труба, друзья, первым делом нужно постараться перекрыть вентиль, через который осуществляется подача воды к нашей батарее, горячей воды. Если это не помогает, а в жизни бывает так, что не помогает, и система нарушена, нам нужно попытаться перевязать вот место, где течёт вода, да? Используем, да, всевозможные резиновые устройства. Подойдут резиновые перчатки, какие-то жгуты. Единственное, что действует при этом нужно быстро и осторожно, потому что горячая вода, можете себе представить, когда льётся из батареи, здесь как бы не до шуток. Важны ещё детали составляющие. Нужно максимально обесточить квартиру, если в этот момент вода льётся очень обильно, да? У кого пробки, пробки выкручиваем, у кого просто рубильниками всё это решается. Последствия могут быть гораздо серьёзней, если вдруг произойдёт какое-то замыкание. Ну и, конечно, вызвать специалиста, которые могут это сделать компетентно, грамотно. Но они, в принципе, знаете, что делают? Они приезжают и, опять же, перекрывают воду, грубо говоря, ключами. Да, внизу в подвале. Или внизу в подвале глобально, или, если это возможно, вот если вы делаете ремонт на сегодняшний день, предусмотрите, пожалуйста, вариант какого-нибудь краника или вентиля, который просто раз и перекроет доступ воды к батарее. На трубе, которая идёт к батарее? Да, на трубе, которая идёт к батарее. Как обычно, мы вот ставим новые радиаторы, ставим новые батареи. Так потратите там 50-100 гривен для того, чтобы установить такой краник. И в случае, если у вас такой кран имеется, вы раз, перекрыли, и проблема, по сути, решена. А потом уже остальные работы. Спасибо. Давайте перейдём к следующему вопросу от Юлии Петровской из города Херсона. Мы с мужем живём в многоэтажке. Хотим установить автономное отопление. Это очень удобно. Включила, когда хочешь, лишнего не переплачиваешь. Но нам всячески мешают его установить. Не дают разрешения. Как быть в этой ситуации? По-моему, очень распространённые сейчас ситуации. Как правило, с большой неохотой идут на дачу разрешения на установку автономного отопления. Если люди хотят установить себе автономное отопление, им необходимо действовать по определённой программе. Во-первых, необходимо собрать жильцов вашего подъезда дома. Я бы рекомендовал собрать всех заинтересованных. Как можно больше. И общим давлением, как говорится, продавить решение необходимое. По итогам такого собрания, на которое неплохо было бы пригласить представителей ЖЭКа и организации, поставляющие, либо не поставляющие тепло в вашей батарее, необходимо ставить протокол. С этим протоколом необходимо идти с заявлением. К этому заявлению необходимо приложить техническую документацию. Она уже изготавливается специализированными компаниями. После этого получаете разрешение. Нужно ли указывать причины, по которым мы желаем установить автономное отопление? И какие причины будут наиболее эффективным способом получить эту услугу или, наоборот, отказаться от услуги центрального отопления? Надя, причина одна. Это отсутствие тепла в квартирах. Если у вас батареи горячие, если у вас влажность в рамках нормы в квартире, то, конечно же, вряд ли кто-то пойдёт устанавливать себе автономное отопление, что стоит и денег. Дорого ли это? Дабы установить подобную систему, нужно затратить не менее чем 5000 гривен. Сразу вливание финансово достаточно большое, но платить за тепло в доме вы будете на порядок меньше. Важно заметить, что не каждый дом подходит под необходимые параметры для установки подобного оборудования. Вот, к примеру, в пятиэтажном доме обыкновенном, вот как принято хрущёвке, как у нас принято считать, можно устанавливать только в квартирах, кухня которых, обычно где она кухне устанавливается, выходит не к соседям, грубо говоря, стеной, а выходит, к примеру, в парадной. Очень важно, чтобы в исправности и в хорошем состоянии находились вентиляционные каналы и домоходы вашего дома. Обязательно в доме должен быть дымоход для установления подобной системы. В случае, если с этим есть проблемы, опять это может стать причиной, почему вам отказали. В своём доме я, не единожды захаживая к соседям во время каких-то ремонтных работ, видел, как вентиляционная часть, вот, например, в ванной комнате, просто выбивалась в квартире для того, чтобы увеличить площадь. К чему это может привести? По сути, вроде бы у меня вентиляция внизу хорошо, воздуху, просто некуда деваться ему, понимаете? И, соответственно, мы такую систему использовать не можем. Тут один юридический аспект. Вы обратились, а вам отказали. Вы имеете все полномочия для того, чтобы обратиться в суд и оспорить подобный отказ. И с учётом того, в какой стране мы живём, имеет ли закон обратную силу? Сейчас очень много говорят, что вообще запретят в Украине автономное отопление из-за того, что часто взрывы газа происходят. Те люди, которые уже установили автономное отопление, как нам это, например, удалось, да, могут ли опасаться, что им скажут, возвращаем всё назад? В нашей стране бывает всё, как я уже убедился за многие годы юридической практики. Поэтому я вам советую, прежде всего, знать свои права и защищать их, в том числе в судах. Так, я уверена, что эта тема вызывает живой интерес. Кто хочет обратиться к нашим экспертам? Пожалуйста. Меня зовут Галина. Чтобы ребёнку было теплее спать, моя подруга ставит кровать у батареи. Я ей пытаюсь доказать, что это вредно. Она ни в какую. Говорит, главное, чтобы ребёнок не замерзал, потому что он у неё очень болезненный. Может, она права? Частый вопрос. Поставить кроватку с ребёнком, особенно с маленьким, под батарею – это не садизм, конечно, но весьма к этому приближается уже. Потому что, а, во время отопительного сезона влажность существенно падает и страдают слизистые оболочки лорорганов носа и глотки. Б, идёт локальное перегревание и вообще перегревание организма, потому что температура в комнатах может достигать до 28 и даже более градусов. А это очень вредно для организма маленького ребёнка. Не болеют или реже, намного реже болеют дети там, где родители особенно не парятся. Там, где 20-22 бегают, вопреки всем канонам, босиком, неукутанные ничем. И родители спокойно абсолютно на это смотрят. Своего рода это закалка. Там же, где наоборот, укутывают, одевают, носки тёплые сверху ещё, дети болеют и болеют и болеют. Конечно, возможно, это связано не только с этим, не только с перегреванием, а вообще, наверное, с общим отношением к здоровью, к оздоровлению. Но, тем не менее, такая статистика есть. Оптимальнее всего кроватку с ребёнком ставить подальше от батареи. Если температура воздуха 20-22, даже маленький малыш, грудничок, может спать абсолютно раскрытым, только одетым в пижамку. Беспокоиться стоит только тогда, когда температура опускается ниже 20 градусов. Вот тогда уже да. И в комнате или в квартире, там, где есть маленький ребёнок, обязательно нужно иметь термометр и гигрометр. То есть устройство, измеряющее влажность воздуха. А если нет такого прибора, Тарас, как определить влажность? С пересушиванием воздуха связано большое количество проблем. Сколько мне известно, эти проблемы могут переходить во всякие аллергии и неприятности. Кожа страдает. Как я уже говорил, нос страдает. Ведь пыли в разы больше витает в воздухе во время отопительного сезона. Просто она начинает образовываться буквально на батарее. Вот. Чтобы проверить бытовым способом уровень влажности в квартире, есть один очень такой несложный метод. С твоего позволения, Наденька, я приготовил в твоём холодильнике стакан с водой. Да? Можно я его принесу? Да. Что-то зачастили мои гости в холодильник. Я приду. Мы тебя ждём. Интересно, Надя, а какая у тебя влажность? Откровенно говоря, я не измеряла. Но хотелось бы измерить, чтобы знать точно в цифрах. Возможно, Тарас поможет. Тарас, мы тут захотели узнать, какая влажность здесь у меня. Мы на полчаса поставили стакан воды в холодильник. И мы с вами ждём 5 минут. Если влажность воздуха меньше 40%, да, соответственно, воздух сухой. И в данном случае с нашим стаканом ничего не произойдёт. Если влажность воздуха правильная, 40-60%, значит, за эти 5 минут покроется такой лёгкой испаренной наш стакан. Если он не просто покроется испаренной, а, собственно, капельки, струйки пойдут течь, это значит, влажность высокая. Более 60%. Ну и в таком случае мы можем легко и очень просто в своём доме определить, как у вас обстоят дела с влажностью. Но на самом деле нужно нам понимать, что нужно в определённом количестве увлажнять наше жильё. Чтобы увеличить процент влажности в вашем доме, есть очень маленькие секреты. После принятия водных процедур или во время их принятия открывают двери в ванную комнату. Это насытит дополнительной влагой ваше жильё. Ну и, конечно же, если у вас будет аквариум в доме, и чем больше, тем лучше с рыбками, эстетически красиво, дети постоянно чем-то заняты, кот тоже при деле. Ну и, соответственно, влажность благодаря этому аквариуму в вашем жилье будет оптимальной. Решено. Если стакан не покроется испаренной через 5 минут, у меня появится аквариум с рыбками. Действительно замечательное средство. У моих пациентов, когда-то, помню, был случай, у ребёнка была маленькая комнатка, он постоянно чихал, сморкался, постоянно был насморк, заложен нос. Я уже, честно говоря, устал давать какие-то средства стандартные, порекомендовал им завести аквариум. Ну, большой. А ребёнок только этого и ждал. Спустя несколько месяцев они плавно и постепенно отметили, что он практически перестал жаловаться. Но при этом они сказали, что и каждый день они были вынуждены аквариум вот такой был, такого размера, доливать по литру воды. Настолько сухо было, да? Да. Насколько не хватало влаги в жилье. Я начинаю грустить, у меня слишком маленькая влажность. Наденька, тут два варианта. Или ещё больше цветов в твоём доме, или аквариум, однозначно. То, о чём ты говорила. Или увлажнитель. Самый простой способ – это некая ёмкость с водой возле отопительного устройства. Например, возле батареи. Влага испаряется естественным образом, и таким способом вы не сможете сделать передозировку. Если вы включите на всю катушку увлажнитель, первый попавшийся, который купите в магазине, то можно сделать локальный туман, а где-то, как был воздух сухим, так и останется. Пример. Купили увлажнитель и гигрометр. Гигрометр в одном углу, а увлажнитель пашет в другом. Там влажность не поменялась, а здесь вся мебель покрылась белым налётом. Так что надо или хороший увлажнитель, который равномерно распределяет, либо самый простой миска с водой возле батареи. У кого ещё есть вопрос? Пожалуйста. Светлана Александровна, в нашей школе, где занимаются мои внуки, никогда вовремя не включают отопление. Потому что у них то долг большой, то трубы текут. И в это время внуки начинают очень-очень болеть. Я им и чеснок уже даю для профилактики, но они продолжают болеть. Скажите, пожалуйста, как уберечь в это время внуков от болезни? Уберечь от простуды и просто, и сложно. Но чеснок точно давать не стоит. Кроме ожога слизистой, наверное, в большом количестве он ничего не даст. Ну и запах, соответственно. Он обладает, конечно, фитонцидами, то есть средствами, которые убивают болезнетворные бактерии. Но это делает он локально. Если его съесть много, он просто вызовет ожог слизистой желудка. Чтобы ребёнок болел меньше, я всем советую. Во-первых, ребёнка закалять. Контрастный душ, тёпленькая, холодненькая, тёпленькая, холодненькая водичка. Чтобы ребёнка не было психологического неприятия. И это делать на протяжении целого года. А не в момент тогда, когда наступил сезон холодов, и вы боитесь, что сейчас ребёнок начнёт болеть. Это как принимать витамин С во время того, как уже заболел гриппом. Надо было раньше пить уже. Про боржоми. Помните анекдот? Да, да. Так вот. А второе – это одежда. Одежда должна быть натуральная. Из ХБ желательно. Она должна быть свободная. Если холодно, то многослойная. Плюс там ещё что-то шерстяное вы поддеваете. Но ни в коем случае не тесное, ни в коем случае не синтетическое. Ребёнок должен нормально питаться. Во время холодов его рацион должен быть чуть калорийнее и чуть более витаминизирован. Не старайтесь максимально разнообразить рацион. Обязательно туда включайте орехи, зелень, фрукты, овощи, какие сможете достать, только чтобы они были не пластмассовые с магазинов, а хоть какие-то более-менее натуральные. Хотя бы даже местные. Буряк, морковь. В холодное время года лучше всего ребёнка с первой половины дня накормить кашей и каким-то мясным продуктом. Ну и режим. В школе есть режим – 45 минут урок, 15 минут перерыв. Желательно, чтобы подобный режим был дома. Ребёнок должен достаточно отдыхать и не переутомляться. Но если ситуация такая, что в школе настолько холодно, что даже такие меры не помогают, могут ли родители настаивать на карантине, чтобы ребёнок пропускал школу не в ущерб знаниям и своему здоровью? Даже если администрация не предпринимает самостоятельно никаких мер, благоразумный родитель должен просто не отправлять ребёнка в школу. А с юридической точки зрения, Максим? Юридически важна температура в помещении. В данном случае, если температура в школе такова, что занятия в школе проводить невозможно, необходимо немедленно обратиться с жалобой в Горану, Райану, в Министерство образования. Кроме того, параллельно я бы советовал, конечно же, обратиться ещё и в прокуратуру. Необходимо требовать. В случаях, если 30% выше заболели, то, безусловно, прямая обязанность органов государственной власти и местного самоуправления объявить карантин, безусловно. Но зачем же ждать? Необходимо действовать немедленно, для того, чтобы не доводить ситуацию... До 30% больных детей. Спасибо. Есть вопросы на нашем форуме, которые касаются сегодняшней темы. Вопрос пришёл от Марьяны. Собираюсь утеплять окна, но газетами неудобно, хлопотно, да и всё равно продувает. Вот. Посоветуйте, каким ещё способом можно это сделать. Прямо к Тарасу. Смотрите, для того, чтобы разобраться с этим вопросом, я предлагаю вам перейти к нашему макету. Маленький вопрос. Сколько времени вы обычно тратите или тратили раньше, для того, чтобы обычное деревянное окно подготовить к зиме? Ой, лучше не вспоминать. Целый день. Целый день. Бабушки и дедушки газеты резали. На самом деле, на сегодняшний день существуют гораздо интереснее методы, которые мы сегодня хотели бы вам рассказать, друзья. Так вот, есть один очень интересный метод. Это обыкновенный парафин. Берём парафиновую свечечку, растапливаем её, и таким вот образом, с помощью шприца, заделываем и герметизируем все щели и отверстия, которые могли бы пропускать воздух. Вот сейчас мы это и делаем. Процедура достаточно простая. Медленно и уверенно давим на шприц, и парафин сам по себе вытекает, тем самым заделывая все щели, которые могли бы заморозить нас зимой. Можно немножко даже пальцем помочь. После такой процедуры, вот что самое интересное, парафин, он очень легко очищается. В данном случае вам достаточно просто резко открыть окно, и всё. И потом потратить буквально 10 минут для того, чтобы каким-то деревянным или резиново-пластиковым шпатылёчком с окна это всё очистить. И никаких проблем. Ну, ты ведь заделываешь-то раз не полностью всё окно, правильно? Ты оставляешь наверняка форточку для проветривания. Конечно. Дорогие друзья, обязательно нужно оставлять форточку для проветривания. Всё, это святое. И ещё один метод, о котором мы хотели бы поговорить. Если вам не нравится возиться с парафином, можно взять одну часть мела и две части гипса. Получится вот такой вот растворчик. В оригинале он получится белый. Правильно было бы одеть перчатки, но, как я говорю, я материал не буду чувствовать. Художник. Да, художник. Просто художник. И вот так вот потихонечку просто пальцем закладываем. Закладываем растворчик, который у нас получился. Те щели, которые нам, соответственно, не нужны. Слушай, Тарас, я думаю, от второго твоего способа дети придут в полный восторг. Слушайте, нужно объединять усилия. Объединяться с семьёй. Говорите, ребята, давайте мы сейчас окна будем сзади. Ребята, а ну утепляем комнату. И они утеплят всё. И обои, и полы, и батареи. Вы видите, какой результат. Также после данной процедуры легко будет очистить и отмыть окна. И, в принципе, как вы верно заметили, это было бы чудесным семейным развлечением. На часик, как минимум. Давайте-ка, ребята, замазюкаем окна. Да, доброй традицией. Вот и всё. Хотя, вот какой тебе метод больше понравился? Определённо второй, потому что у меня два сына, они бы с удовольствием сделали за меня всю работу. Я бы отдыхал и смотрел. Давайте, ребята. А с парафином тоже интересно. Единственное, что если вы корректно можете его растопить. Без всяких проблем и без потери качественной, хорошей посуды. Есть ещё один вопрос на нашем форуме. Кирилл спрашивает. У нас батареи всегда еле тёплые, даже зимой. Из-за этого в квартире прохладно. Как сохранить тепло в квартире? Позвольте перейти к другому макету, благодаря которому мы сейчас с вами узнаем некоторую полезную информацию. Прошу. Дорогие друзья, в вашей квартире будет тепло без обогревателей. Вы должны знать маленькие секреты для того, чтобы сохранить и повысить температуру в вашем доме. Смотрите, в моих руках сейчас находится вот такая вот термоплёнка. Эта плёночка клеится непосредственно на стекло. Теплопотеря очень большая у нас идёт именно через окна. Таким методом мы можем повысить температуру в доме на полтора-два градуса. Я даже вот энергосберегающую плёнку хотел бы разместить на окна нашей квартиры. Стоит 70 гривен на стандартное окно такая плёнка, но результат достаточно такой весомый. Обязательно, только что мы об этом говорили, в квартире вы должны утеплить окна. Или проклеить, как вы привыкли, поролоном, или сделать это с помощью парафина, специальной смеси, которую мы готовили. Помните ещё раз мел и две порции гипса. Ну или какие-то другие методы, которые знаете вы. Это плюс 2-3 градуса в вашей квартире. Далее, важная составляющая. Несмотря на то, что многие говорят, что этот фактор является с большим сборником пыли, правильно проветривая жильё, но при этом используя ковёр на полу, мы существенно утепляем нашу квартиру. Почему? Потому что идёт определённый холод от пола. Если особенно это ещё первый этаж, так же 2-3 градуса нам обеспечит вот такое вот напольное покрытие в виде ковра в вашей квартире. Никто не знал, но тем не менее, было подсчитано, что дверь, входная дверь, является серьёзным источником теплопотери в нашей квартире. 60-70% в случае, если дверь неплотно прилегает, является старой и через неё сифонит. Я видел очень много дверей, через которые сквозит. Поставили замок, потом выняли, поставили туда другой, вокруг него какой-то лёгкий антураж в виде щелей. Вот в данном случае, друзья, очень большая теплопотеря. И мы предлагаем вам даже старые двери обязательно утеплять поролоном. Нужно их просто открыть и по периметру обклеить вот таким вот или каким-то другим поролоном. Друзья, гарантированно повышаем температуру на 3-4 градуса. Ещё один дополнительный совет. У нас принято загромождать квартиру. Почему-то чётко перед батареей стоит какой-нибудь диван или комод. В данном случае батарея не работает настолько, насколько бы нам хотелось. Ну и если плотные шторы, да, вот такие вот серьёзные, они также, закрывая батареи, забирают тёплый воздух в нашем доме. Спасибо, Тарас. Максим, скажи, пожалуйста, а существуют ли конкретные цифры, установленные законодательством? И если ниже этой цифры опускается температура в квартире, можно уже обращаться с претензией в ЖЭК? Она должна быть не ниже 18 градусов в обычном помещении и не ниже 20 градусов в угловой квартире. Только температура опускается. Вызвать представителя ЖЭКа, управляющей организацией, организацией, поставляющей тепло, зафиксировать температуру путём составления акта соответствующего. Если представитель ЖЭКа, управляющей организацией, не пришёл, необходимо в качестве свидетелей пригласить соседей, подписать вместе с ними акт, в котором отразить температуру в помещении. После этого составить акт-претензию, обратиться с ним в организацию, которая предоставляет соответствующую услугу, и ждать пересчёта. Если пересчёт не был проведён, либо был проведён не в размере, указанном действующим законодательством, а это, напоминаю, 5% за каждый градус, за исключением некоторых случаев, соответственно, необходимо, либо возможно, обратиться в суд с соответствующей претензией. Ваши шансы на победу в суде близки к 100%. Кстати, о документах, образцы акта претензии, заявления в ЖЭК и заявления на отключение центрального отопления вы уже сейчас можете найти на нашем сайте. И пусть будет у вас спокойно на душе и тепло в доме. Спасибо вам огромное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова